Уважаемые братья, уважаемые сёстры, намаз — это фарт, это первое, за что нас будет спрашивать Всевышний Аллах. Также человек, который не молится, его можно определить по лицу. Аль-Хамм, уже человек, который может посмотреть на лицо, у него нету нора, у него нету света в его лице, потому что он не поклоняется Всевышнему Аллаху. Он кушает из еды Аллаха, он пьет из воды Аллаха, он ходит по земле Аллаха, дышит воздухом Аллаха, но не благодарит Аллаху, неблагодарный человек Всевышнему, как он может быть другим кому-то, если он неблагодарен Аллаху, субханаху ва-та-Аля. Поэтому также это из цифатов «Аль-Мунафикин», лицемеры, они не любят молитву, они не любят намаз. Всевышний Аллах, субханаху ва-та-Аля, сказал, «Изе каму кусала юрауна ал-наси, ва ла изкуруна Аллаха, илла калила». Описывая лицемеры, Всевышний сказал, они, когда встают на молитвы, на намазы, они встают с ленью, то есть не хотят молиться. Юрауна ал-наси, занимаются показухой среди людей и мало поминают Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Мужчина, глава семьи, отец, он, если видит, кто-то в его семье не молится, то он должен привеливать приказывать своей семье молиться, выставить молитву. Человек скажет, например, часто говорит, то есть нет уже принуждения в религии. Нет принуждения в религии, имеется в виду то, что нельзя человека заставить принять ислам. Но если человек принял ислам или он мусульманин, то тогда остальные действия, которые мусульманин обязан делать, глава семьи должен призывать к этому, быть примером и повелевать своей семье молиться. Всевышний сказал в Коране, Повелевай своей семье молиться и проявляй на этом терпение. Когда человек молится, баракат ему заходит в дом. Когда человек молится, в сердце он чувствует некое успокоение. Почему? Потому что Всевышний сказал в Коране, Когда человек вспоминает Аллаха, он молится, читает Кур'ан. Во время молитвы он читает Кур'ан, его сердце наполняется успокоением. Он чувствует успокоение сердец. Как нам нужно, и опять же в мегаполисе, когда человек живет, постоянно какие-то проблемы, какие-то там вещи останавливаются, вспоминает Всевышнего Аллаха. Как пророк Мухаммад сказал, То есть Муадзин сказал, дай нам возможность отдохнуть, то есть скажи призык в молитве, чтобы мы почувствовали вот это некое облегчение, успокоение сердец. Также сказал пророк Мухаммад, то есть мое спокойствие, успокоение всей моей души, и моего тела, оно в намазе, оно в молитве, сказал пророк Мухаммад. Когда человек хочет что-то получить от Аллаха, какие-то бывают такое, уважаемые братья и сестры, когда у него что-то внутри, тяжесть, какое-то испытание, что-то ему тяжело, вот как только он почитает молитву искренне, сделает земной поклон, попросит Всевышнего Аллаха, он почувствует, как будто с него плеч, он отдал долг Аллаху, и он почувствует успокоение сердец. Человек, который не молится, он подобно мертвому человеку. Порок Мухаммад, саллаху алейхима салям, сказал, тот, который поминает Аллаха, и тот, кто не поминает Аллаха, то есть тот, кто молится, и тот, кто не молится, они подобно, как живой и мертвый. Он как мертвый, он ходит, он не понимает, как бы даже животные благодарят Аллаха и молятся ему. Всевышний в Коране сказал, То есть те, кто в небесах и на земле, они все восхваляют Аллаха. Однако вы не понимаете их восхваления. То есть они по-своему молятся, по-своему восхваляют Всевышнего Аллаха. И птицы в небесах, и животные, и кит в воде, в глубине океана, все они восхваляют Всевышнего Аллаха. Поэтому, если человек не молится, он не сможет попасть в рай. Он не сможет попасть в рай. Почему? Потому что пророк Мухаммад, салаллаху алейхима салам, сказал, Ключ к раю – это намаз. Без ключика невозможно дверь в рай открыть. Также Всевышний Аллах описывает людей, которые будут в судный день в раю, и те люди, которые будут в аду. И между ними будет некий хивар, диалог. Всевышний, субхану и ва Таалья, сказал в Коране, Те люди, которые попадут в рай, и те, которые будут в аду, будут между собой общаться. И те, кто в раю, спросят, и те, кто в аду. Почему вы сейчас в Сакар? Почему сейчас вы в аду? Первый ответ – Мы не были из числа молящихся. Мы не были из числа тех, кто выставил молитву. Поэтому, уважаемые братья и сестры, если человек говорит, я верю в Аллаха, но при этом оставляет намаз, как мы уже ранее сказали, или, первое, он полностью не поверил в Аллаха. Почему? Потому что Аллах приказывает ему и говорит, молись. Или, второе, он ослушивается Аллаха. Понял, поверил, но ослушался, потому что он ослушивается приказ Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Или полностью не поверил в Кур'ан, не поверил в Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Когда нам наша мама или папа что-то приказывает, то человек, ребенок, покорный своим родителям, тут же исполняет их повеление. Но когда наш создатель и создатель наших родителей приказывает нам, как мы можем ослушаться его, как мы можем ослушиваться его. Поэтому без намаза жизнь наша коротка, и все мы уйдем из этой жизни. И, субханаху ва-та-Аля, тот человек, который говорил, что я завтра начну читать намаз, многие не успели прочитать намаз и оказались уже в могилах. Поэтому нельзя откладывать на завтра. Я помню еще во время учебы один из моих друзей, братьев, он плакал, когда его отец умер. И я говорю, Абу-Вакр, брат мой, все мы умрем, у всех, аль-хамду-Лля, то есть Аллах нас сотворил, мы тут не вечно. Он говорит, я не поэтому плачу, я плачу то, что мой папа не начал молиться. А, субханаха Аллаху, ему осталось полгода до пенсии, он говорил, сынок, выйду я на пенсию и начну молиться. Полгода не дожил до пенсии, поэтому мы не знаем, когда мы умрем, доживем ли мы до пенсии или нет. Как у нас часто говорили, вот, выйду на пенсию, потом буду молиться. Уважаемые братья и сестры, Аллах не сказал нам, когда выйдете на пенсию, начинайте читать тамаз, не сказал, когда состаритесь, а сказал, когда только вы станете совершеннолетними, то я приказываю. Уже все, с человека спрос. Поэтому не оставляйте то, аж чем придется потом сожалеть. И обратное возвращение нету из той жизни, из вечной. Поэтому, аль-хамду-ли-Лля, только человек, который молился, у него будет нур, у него будет свет в судный день. Когда будет темнота ночи, у него будет свет, аль-хамду-ли-Лля. Он будет светиться, его нур, его свет из его лика. Симахум фи вуджухиим мин ассарисуджуд, как говорит Субхану А.Т. В их лицах нур, свет, из-за того, что они много делали земные поклоны, много поклонялись Аллаху, Субхану А.Т. Субхану А.Т.